По указу президента России 2017 год объявлен годом экологии. В рамках его проведения на территории Краснодарского края проводится стажировочная площадка, где учащиеся представляют свои исследовательские проекты. На этой неделе делегация педагогов из нескольких районов края приехала в Славинск-на-Кубани. Работа краевой стажировочной площадки началась с круглого стола, где приглашенные гости из города Краснодара и Дзинского района познакомились с деятельностью педагогов станции юных натуралистов города Славинска-на-Кубани. Главным образом наших коллег интересуют, каким образом мы строим свою работу с детьми по развитию их научно-исследовательских навыков. Поэтому сегодня наши ребята делятся своими научными изысканиями с нашими коллегами, дают мастер-классы, рассказывают им о том, чего они добились, каких результатов добились в исследованиях. Ну а также наши педагоги сегодня проводят презентацию своих проектов. Об исследовательской деятельности участника мероприятия рассказывали воспитанники станции юных натуралистов. Иван Фоменко представил на суд зрителей учебно-исследовательскую работу выращивания различных сортов вигны в условиях города Славинска-на-Кубани. Вигна или спаржевая фасоль – это близкая родственница фасоли, родом из тропических стран, которая сегодня пока не достигла популярности у огородников Кубани, но и имеет хорошие шансы на выращивание в Славинском районе. С этой работой в 2014 году Иван занял второе место в научной конференции Южного федерального округа «Шаг в будущее». Далее педагоги отправились на мастер-класс, подготовленный Владиславой Барнаш, также воспитанницей станции юных натуралистов. Ученица рассказала об использовании вермикулита в выращивании петуньи, а затем наглядно продемонстрировала, как им пользоваться. Когда я пришла в теплицу, после уже её переделки, её очень много строили, увидела множество растений и привлекло такое растение, как петунья. Оно вроде бы и неприхотливое, но в то же время и вредное и красивое. Решила исследовать его, но просто исследовать цветы – это неинтересно. А тут ещё привезли нам вермикулит, и я поняла, что можно сделать интересную работу по выращиванию петуньи с применением этого вермикулита и посмотреть, как же он влияет на рост и развитие цветов. Благодаря минералу вермикулиту, семена, посеянные в декабре, дали стопроцентную всхожесть. Такой подход заинтересовал педагогов. И опыт, полученный в результате поездки, они, несомненно, будут использовать в своей работе. Это реально огромный обмен опытом. Мы посмотрели, как педагоги здесь работают. Я взяла очень много для себя, для своей работы. Мне очень понравилась теплица. Ещё понравились работы учеников, прекрасные работы. И видно, что педагоги здесь делают всё для детей. То есть детям здесь интересно, они заинтересованы. И я думаю, что мне пригодится это в моём опыте. В завершении работы стажировочной площадки педагоги познакомились с лабораторным оборудованием, которым преподаватели станции юных натуралистов Славенска-на-Кубани используют в своей работе. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События». Занятия, которые...